Здравствуйте, это Игорь Виталь, парадокс с Игорем Виталем в эфире. Сегодня обсуждаем замедление темпов экономического роста Китая, а попросту беседуем о том, сдуется ли китайский пузырь. В гостях у меня Андрей Островский, руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая, Института Дальнего Востока, Российская Академия Наука, Михаил Аристокисан, начальник отдела анализа информации мировых рынков, управщик компанией Финам. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Андрей. Андрей, ну, судя по тому, о чём так долго говорили большевики, и, кажется, начало случаться. Китай начинает замедляться, и весь мир с ужасом смотрит на то, лопнет пузырь или не лопнет. Ну, я могу сказать одно, что весь мир должен внимательно изучать документы, которые выпускаются ЦК КПК и сессии Всекитайского собрания народных представителей. В этих документах в чёрном побьём написано, что на 2013 год превос в ВП планируется снизить до 7,5%. Собственно, как написали, так процесс и движется. Вот и всё, что можно сказать. То есть, всё идёт по плану, как говорится. Другое дело, что под этим подразумевается? Ну, ясно, что по 9-10% прирост в год, на который был на протяжении 10 с лишним лет, ясное дело, что экономика поддерживать такие высокие темпы не может. Значит, нужно, соответственно, провести какие-то переориентацию на определённые сферы. Китай в настоящее время будет переориентироваться на технологические, производство высокотехнологичной продукции, информатизации экономики, строительство дополнительной инфраструктуры, в частности, высокоскоростные железные дороги, аэропорты, парты. То есть, после того, как они одного уже приговорили к спиртной казни за строительство высокоскоростных дорог, они решили взяться за другого? Ну, там, во-первых, министерство всё реорганизовали, насколько я знаю, причём довольно радикально. А что касается строительства высокоскоростных железных дорог, его известно за коррупцию. В Китае сейчас работает дисциплинарная комиссия, примерно по своей, скажем так, как работает, как хорошая снегоуборочная машина. С тех пор, как на 18-м съезде КПК был избран новый председатель дивизионной комиссии «Ван Тишань». Каждый примерно месяц идёт информация, где-то 15-20 человек, там, мэров городов, начальников департаментов, освобождают от должности. Про коррупцию и про борьбу с ней мы отдельно поговорим. Ну да, но это, тем не менее, процесс идёт. Процесс идёт. Итак, Михаил, в первую очередь, меня интересует, что от этого будет всего остальному миру, потому что сама цифра замедления темпов экономического роста с 9 или 10% до 7,5%, она ни о чём не говорит. Мы знаем, что Китай вытаскивал многие страны в кризис, практически весь мир, скупая активы. Мы знаем, что Китай сейчас будет замедляться в этом вопросе. Мы знаем, что Китай отчасти... Я... Слово тут достаточно трудно подобрать, да? Не то, чтобы изображал внутренний рост, но стимулировал внутренний рост, в общем-то, очень странными вещами, в частности, строительством городов, в которых никто не живёт, да? То есть, целая строительная отрасль была заделана на строительство пустых городов, да? То есть, это несколько искусственный внутренний рост. Как сейчас может это развернуться для всего остального мира? Что стоит за этими цифрами? Ну, во-первых, хотелось начать с того, что тут, собственно, во главе, у глаз стоит Китай и его интересы развития страны. Это остальное мир как бы вторично. Это для Китая, а нам-то интересно как раз, что это будет значить для нас. Ну, просто нужно рассматривать ситуацию с точки зрения Китая, потому что остальное мир, соответственно, ему придётся только следовать фарватере тех решений, которые принимает Коммунистическая партия Китая. То есть, соответственно, только поняв их логику, их программу действий, соответственно, можно делать выводы для остального мира. Собственно, хотелось начать по поводу, да, вот этих пресловутых городов, про которые все говорят, стоят пустые. Всё-таки надо забывать, что у них там плановая экономика. В Советском Союзе тоже там строили кварталы в своё время, там Срогино, допустим, прочее, потом заселяли. Только там Китай-маштабы другие, поэтому строят не микрорайонами, а городами. Соответственно, у них есть стратегия по продвижению производства из прибрежных районов в материковую часть более глубинную, соответственно, развитие, повышение уровня жизни, опять же, миграция сельского населения в города. То есть, на мой взгляд, ну, вот пустые городов, опять же, можно сказать, вот пример США, посмотрите, на, допустим, Детройт. Нет, извините, пожалуйста, Детройт – это очень плохой пример. Детройт – это город, который был не пустым, а стал пустым. Это город, который разрушался. Кому-то что-то про пустые города мы говорим. Да, но дело в том, что, извините, это разрушенный город, это, наоборот, построенный на пустом месте абсолютно новый город, в котором никто не живёт. Мы эти города видели. То есть, всё-таки Детройт – это пример того, как просто отмирала целая отрасль, и вслед за ней в запустение приходил город. Кстати, там в Детройте сейчас понастроили тоже вполне, пытаются реорганизовать. Ну, в общем, старый Детройт, а он мёртв. Да, пытаются, там пока тоже никто особо не едет. Правильно же? Не строили Детройт специально для того, чтобы потом, или для того, чтобы стимулировать строительную отрасль, да? Ну, опять же, Грюша, Китай более прагматичный. Говорю, что от того, что сейчас стоит пустой, не знаешь, он будет стоять там через, скажем, 2-3 года пустой. Вот когда приедут в те же города, и пусть посмотрят. Ну, опять же, опять про Китай, то есть вот всё время, если про него послушать, там вот в Китае хорошо не бывает. Либо он растёт высокими темпами, значит, надувается пузырь, либо замедляется, всё пропало, жёсткая посадка. Про Китай никто ничего хорошего никогда не говорит. Почему не говорит? Да всё время посчитать на западную прессу, там он только либо перегревается у них экономика, либо хардлендинг, всё. Больше ничего хорошего про него не пишут. Плюс эти города, тому пятая и десятая. Андрей, пишут западные прессы, я просто не особо скажу. Я согласен с Михаилом, действительно, пишут крайне мало и крайне, скажем так, нездорово. Потому что Китай, да, я согласен. Что касается пустых городов, сразу хочу заметить. Значит, люди заселяются в города, где есть рабочие места. Вот возьмём, например, случай с Ордосом, о котором вот вы только что упомянули. Город Ордос, внутренняя Монголия. Пока там не будет построено производство, предприятие, естественно, города будут стоять пустыми. Но дело в том, что народ-то туда уже постепенно заселяется. Возьмём пример более такой близкий, на всем город Шэнджинь. Который я был в Шэнджинь... Ну, он все-таки близкий к Гонконгу. Ну, не важно, не в этом дело. Это был рыбацкий посёлок. Я был как раз тогда, когда он из рыбацкого посёлка плавно перерастал в особую экономическую зону. В 1979 году было принято решение о создании четырёх особых экономических зон. В 1984 году я был в Шэнджине. Город Шэнджинь тогда была просто обычная, скажем так, деревушка, где было две улицы, где были деревянные мостки. Но туда уже ехал народ, который примерно так мне сказал, что здесь оживлённо, здесь будут большие перспективы. Когда я через... Здесь будет город-сад. Да, он так и есть. Сейчас там 15 миллионов человек уже метро построили. Так что насчёт города-сада они сказали, сделали. И в Шэнджине, кстати, была создана первая биржа. В Шэнджине создана крупная, самая первая зона научно-технического развития, если говорить о городе... Хорошо, я переформулирую вопрос. Телега вперёд лошади. То есть Китай не наращивал искусственно внутреннее потребление, никак не стимулировал, никак определённые отрасли искусственно не раздувал. Не было такого... Ну, действительно, не то слово. У них есть стратегия, в отличие от большинства других стран. У них есть планы, они по нему действуют. От того, что сейчас что-то стоит пустое, говорят, не значит, что они просчитались. А откуда взялись вообще тогда разговоры о надутом китайском пузыре недвижимости? О постоянной работающей... Ну, у вас надо спросить, кто смеет нас. Я не знаю, это журналисты. Потому что сегодня реально... Вот возьмём два города, рядом находятся Благовещенск и Хэхэ. Цена за один квадратный метр в городе Хэхэ в пять раз дешевле ниже, чем в Благовещенске. Так что, ну, я не говорю там... Но мы не можем по одному городу судить об ухе экономической ситуации. По всем городам почему? У нас данные есть в институте по всем городам. Цены в среднем в пять раз намного дешевле, чем в России. Я вас предупредил, что Андрея перебить невозможно. На квадратный метр. Поэтому всё-таки, Андрей, дайте ответить Михаилу. Есть ли какие-либо симптомы, нераздутые с журналистами, нераздутыми западными или восточными средствами массовой информации, или российскими средствами массовой информации, свидетельство того, что в Китае происходят серьёзные проблемы в экономике? И если да, назовите, пожалуйста, самые серьёзные китайские проблемы, не только экономические, они могут быть и социально-политические, с экономической подоплёкой, которые могут привести к каким-либо серьёзным последствиям, как для китайской, так и для мировой экономики. Ну, хотелось бы начать издалека всё-таки, потому что, опять же, понятно, что в Китае, да, есть проблемы. Другое дело, что назвать их критичными нельзя. Это, собственно, проблема роста, проблема из-за экономики. То есть, опять же, возвращаясь к недавнему прошлому, собственно, был основной, ну, собственно, и до настоящего момента основной вклад ВВП вносит инвестиции. Порядка 48% от ВВП вклад именно инвестиций. Хотя там все часто упирают на торговлю, чистый экспорт всего сейчас 3% составляет. То есть, мы видим избыточный инвестиционный бум. Да, понятно, что это может привести к кризису излишних производственных площадей, падению цен, росту безработицы. Да, то есть, сейчас у руководства Китая стоит главная проблема. Как переориентировать, собственно, всю экономику, ну, большинство производства со, скажем, экспортной моделью. То есть, когда они делали товары для внешнего мира, там, даже США, Евросоюз. Были всемирной фабрикой, да. Да, фабрика. Собственно, теперь переориентация на продукцию именно на внутренний рынок. Как стимулировать спрос? Опять же, мы имеем самую высокую норму сбережения, ну, в одной из самых высоких в мире, порядка 50%. В среднем, по меру, где-то 20%. То есть, вот это, на мой взгляд, именно ключевой момент, по которому, на мой взгляд, серьезные кризиски, тайные, да, могут быть локальные проблемы, даже какие-то там биржевые крахи, падение роста экономики. Но, имея высокую норму сбережений и, соответственно, уже построенную, созданную инфраструктуру, производственные площади, мы имеем, ну, как это известно, там, понятие экономики, конструктивное разрушение. Да, допустим, кто-то инвестировал, мы имеем замедление в экономике, спад, он понес убытки. Тем не менее, сами там заводы, фабрики стоят, есть сбережения, соответственно, по более низким ценам могут новые инвесторы прийти, купить и начать производство уже с более низкой базы, и снова экономика начнет расти. То есть, на мой взгляд, это главный фактор в связи с тем, что, ведь о том, что вот такие, вот, скажем, смертельные для Китая, вот, экономических проблем, на мой взгляд, не было. Да, могут быть временные там локальные спады, тем не менее, на мой взгляд, долгосрочно у них модель роста экономики устойчивого, в отличие от 70% там потребительского спроса США, который формирует ВВП. Мы имеем в данный момент порядка 35%, то есть, запас у них есть. Да, проблема переретанции непростая, понятно, что существенное там падение спроса на западных, ну, опять же, в первую очередь, там, США, Евросоюз, да, приводит к проблемам у ряда производителей значительно. После выпуска новостей, если не возражаете, мы вернемся и продолжим. Ну, что ж, продолжим продукт с Игорем Витером. Я беседую с Андреем Островским и Михаилом Аристокисяном о судьбах Китая. Андрей, а почему же китайская компартия записала в целях некое снижение темпов экономического роста? То есть, на самом деле, они считают, что пузырь есть, его надо немножечко подзнуть. Не пузырь есть, инфраструктуру надо немножко подтянуть. Вот, я, кстати, по поводу потребительского спроса. И потребительский спрос населения подтянуть, потому что по сегодняшний день... Как? Вы расскажите, как подтянуть спрос... Увеличение производства продукции на внутренний рынок. Потому что, как большая часть продукции уходила, как известно, на экспорт, и значительная часть продукции, что местное население не могло купить определенное количество товаров, ну, в силу того, что все боялись, а что будет в будущем. Потому что в Китае, в деревне, система социального страхования, она, скажем так, не очень развита. И большая часть населения накапливала деньги в сберегательных кассах. Значит, по статистике, за 2012 год общий объем сбережений составляет 81% вового внутреннего продукта. То есть вот... А вот эта вот денежная масса, она как-то товаром подкреплена? Им есть что покупать? Она еще более чем подкреплена. Хочу заметить, возьмем, например, показатель производства автомобилей за прошлый год. Составил аж 20 миллионов. Из них 1 миллион ушел на экспорт. То есть это и в настоящее время на учете в тамошнем ГАИ где-то насчитывается 75 миллионов различных видов транспортных средств. То есть это цифры очень впечатляющие. Я думаю, что если у нас будет 75 миллионов транспортных средств в нашем ГАИ, я боюсь, у нас дороги просто не выдержат ничего. Ну, так у нас же все-таки население китайского поменьше. Ну, и Китай производит все в 10 раз больше. Так что вот возьмем, например, зерно. У нас сколько там? 60 миллионов тонн зерна где-то. Ну, 70. Правильно? А в Китае производит, произвел за прошлый год 590 миллионов тонн зерна. Сталь. У нас производит 70 миллионов тонн стали в год. А в Китае производит 720 миллионов тонн стали в год. И так примерно вот такая разница по натуральным показателям, она сохраняется почти по большинству видов промышленной и сельскохозяйственной продукции. Михаил, так вот отсюда возникает другой вопрос. Все эти годы Китай служил, помимо всего, просто не только производством для всего остального мира, но и неким рынком покупателям. То есть, по китайское государство, не китайские жители, а китайское государство, скупало все, что можно. И все, что можно. Ну, и все, что нельзя, кстати, тоже. И все, что не нужно. Тем не менее, китайцы стали по ряду параметров обеспечивать себя сами. Создали инфраструктуру, создали собственное производство, что создает для остального мира, в том числе и для России, некие проблемы. Ну, проблемы – это одновременная возможность. Вот, допустим, как раз сегодня была новость, что магнаты из Макао собираются инвестировать в развитие казино в Владивостоке. Так что, в протяжении потребительского спроса, ну, понятно, что там игровая индустрия... Вот вам возможность. То есть, опять же, что возможности есть, другое дело, надо смотреть. Да, вы совершенно правы, что мы имеем изменения Китая, изменения их потребительского спроса, там будет изменена структура импорта. Если, например, раньше он, в первую очередь, там, вот, покупал натуральное сырье, но, собственно, и сейчас будет оставаться одним из крупнейших игроков, самым крупным. Тем не менее, опять же, структура спроса будет меняться. Потребительский сектор, спрос потребитель, соответственно, нужно будет поставлять продукцию, которая интересна именно китайскому потребителю. И вот тут как раз вот лежат возможности, да когда сран... То есть, да, вот если, допустим, продавать, там, вот, нефть, газ, там... Вот, я в этом и хотел бы... И, соответственно, возможно, эти как раз номенклатуры будут сокращаться. Другое дело, что вот как раз открывается... А вот тогда, извините, вот тут я хочу уточнить. На Петербургском международном экономическом форуме было радостно заявлено о сделке Китая с Роснефтью на 270 миллиардов долларов, если мне не изменяет память. Параметры этой сделки не вполне ясны. Если посмотреть немножко назад и посмотреть предыдущие сделки, которые Китай с нами заключал, то там вообще не очень понятно, по какой цене мы продаём. И большинство злых языков говорит, что продаём мы всячески себе невыгодно, да, то есть, чуть ли не ниже себестоимости, дабы застолбить китайский рынок. Учитывая китайскую прагматичность, надеяться на то, что мы сейчас вот продаём ниже себестоимости, займём рынок, потом будем диктовать условия, когда на него больше никто не придёт. Несколько наивно, как мне кажется. Поэтому вот больше всего меня интересует, особенно не только для мировой экономики, а для российской, что же всё-таки происходит с энергоносителями. И сразу же второй вопрос, который связан с энергоносителями. Другие злые языки говорят, что если сейчас посмотреть на карту военных действий по миру, за последние годы, то практически вырисовывается картина, как везде Китай пытаются Соединённые Штаты и монархии залива отсечь от энергоносителей. А правда это или нет? И вот, соответственно, что исходя из этого мы можем говорить о Китае и его потреблении энергоресурсов? Ну, вы правы. Соестественно, если брать геополитические интересы в США, они, понятно, заинтересованы во всяческом препятствии роста экономики Китая. Потому что, собственно, на данный момент это их основной соперник, экономический, да, военный. Ну, пока, наверное, всё-таки рано говорить. Тем не менее, вот это уже с Китаем не пройдут операции по поводу, как там было в Ливии и прочее. То есть тут уже, допустим, даже вот недавно там вот было, ну, буквально несколько месяцев назад построение, там было, были проведены испытания противокорабельных ракет, земля-вода, то есть американцы напряглись, то есть они уже близко к авианосцам к брежу Китая подойти не могут. Понимаете, что авианосец сам по себе возьмёт большая цель, он хорошо для устрашения маленьких стран, которые вообще не имеют никакого потенциала. При более-менее адекватном это, извините, становится весьма накладно, проводить такие операции, потому что один подобный авианосец, фактически всю группировку можно отзывать. То есть бомбардировки, такие локальные операции не проходят. То есть фактически Китай, ну, опять же, нужно понимать, что они мыслят даже не кварталами, не годами, не десятилетиями даже, скорее, столетиями, поэтому они делают шаг за шагом, они никуда не спешат, то есть как, в общем, шаги по открытию экономику, так, скажем, обеспечение своей энергетической безопасности. Да, они это прекрасно понимают. Один из вариантов, кстати, обеспечения энергетической безопасности, это у них активное развитие ядерной энергетики идет. Опять же, большое количество реакторов практически по всей стране. То есть да, они прекрасно понимают, что потенциально американцы могут закрыть Армурский пролив, и фактически вся ближевосточная нефть будет от них отрезана. То есть они там, можно их называть как угодно, но они вот прекрасно понимают. Текущий расклад сил, ситуацию, да, они могут не говорить, всем улыбаться, мило кланяться, тем не менее, они весьма пожарные. Андрей, а кто основные продавцы энергоресурсов Китая? Первое место занимает Анголы на сегодняшний день, Саудовская Аравия, Оман, Иран. И Россия где-то в шестое-седьмое место. Мы поставляем реально 15-16 миллионов тонн, в то время как нефти. В то время как Китай сейчас покупает 270 миллионов тонн. Вот наше место в Китае. То же самое по внешней торговле. Значит, при объеме внешней торговли где-то существенен. Мы поставляем где-то, у нас объем торговли за прошлый год был 88 миллиардов долларов. Наша доля где-то 2,1% от общего объема внешней торговли Китая. Вот это наше место в китайской экономике. А как мы можем это место изменить? Ведь как ближайшие соседи нам бы хотелось, чтобы... Десять, конечно, но это не получится. Дело в том, что для того, чтобы изменить, для этого, во-первых, а мы должны у Китая больше покупать товаров самых разных, мы и покупаем. У нас структура изменилась за последние 10 лет, резко структура экспорта и импорта. Если мы возьмем, допустим, 1999 год, то у нас большая часть где-то экспорта составляли продукции машиностроения. Сегодня доля машиностроения менее 1%. В основном у нас приходится продажа вот именно этого сырья. Причем это при том, что еще у нас не подписано соглашение по газу. В основном поставляем только нефть, лес, рыба. Что касается поставок из Китая в Россию, то уже больше 50% это, опять же, продукция машиностроения. Это продукции уже серьезные потребительские товары. Вот это трубы. Вот это даже машины всякие, трактора. То есть здесь ситуация такая, что у нас уже с Китаем становится колониальная структура внешней торговли. Мы им поставляем сырье, они нам поставляют продукцию машиностроения, вот если так очистить от всех дополнительных поставок. И мы изменить ситуацию можно только развивая нашу промышленность, наши наукоемкие отрасли. Но пока на сегодняшний день, поскольку тут собираются еще и Академию наук закрывать, по сути дела, я думаю, что шансы на развитие наукоемких отраслей крайне мало, потому что это что означает в перспективе? Уже сегодня нет спроса на открытия, которые сделаны в Академии наук. То есть промышленности это не нужно. Если мы продаем нефть, если у нас экономика газовой трубы, зачем, собственно говоря, производить наукоемкую технологию? Мы и так имеем прибыль. Мы становимся как Саудовская Аравия. То есть, соответственно, значит, и в дальнейшем будет изменить вот такая структура внешней торговли, она и будет дальше развиваться, вот как сегодня есть у нас на сегодняшний день. Причем наши объемы внешней торговли, это у нас 88 миллиардов долларов, а, допустим, Америка 480, Евросоюз 560 миллиардов долларов. Более того, даже все страны Африки вместе взятые торгуют с Китаем на 156 миллиардов долларов. То есть вот такая ситуация. И вот надо сказать, что для России по сегодняшний наш объем внешней торговли, для нас по большому счету без разницы. Все есть половины процентов, 9 процентов. Нефть газ, мы можем им продавать больше в больших объемах? У вас подписали нефть на сколько? 15 миллионов мы сейчас в год, на 18 миллионов в больших. Еще более увеличить. 33 миллиона. Ну что такое 33 миллиона тонн? Ангола торгует, и Саудовская Аравия продает в Китае больше, чем Россия, даже при подписании этого соглашения. По газу вообще ситуация непонятная. На сегодняшний день вот Китай газ поставляют. Это Австралия, к примеру, это тот же АМА, обременные Арабские Эмираты, Катарда, Туркмения. Туркменский газ пошел на 30 миллиардов кубов через Казахстан по газопроводу. Надо сказать, что вот этот газопровод, который был построен из Туркменистана, раньше никто не верил вообще, что из Туркменистана. Китай получил тогда тендер на разработку месторождения Южный Елатан. Китай довольно быстро построил газопровод через Узбекистан и Казахстан. А во главе этого газопровода строительство был главным проектантом Ликотьян, который успешно завершил этот проект под его руководством. И поэтому это был очень важный фактор, важная причина, почему он сегодня премьер Госсовет КНР. Потому что он проявил себя. Потому что в Китае там не по блату дают должности, а по заслугам. Михаил, есть ли у нас шансы все-таки увеличить торговлю с Китаями, я имею в виду энергоносителями? Как, скажем так, современные энергетические революции, сланцевая революция, новые технологии горизонтального бурения и так далее могут сказаться на роли Китая вообще? То есть Китай как покупателя, Китай как, возможно, и продавца. Вот насчет этого бума, насчет сланцев, гидрометанов, японии. Хотя вот американцы радуются, что они станут энергетически независимой страной. Тем не менее, там все-таки вопросов очень много возникает по поводу экологии. Соответственно, просто разрушается. То есть там лет через 5-7 я не знаю, насколько это сегодня дешево будет обходиться. Поэтому месторождения, которые называются таким образом, очень быстро вырабатываются. Добыча резко падает. То есть да, там вот опять же, ну понятно, что пропаганда в США хорошо развита. Тем не менее, говорю, что вот по факту, там вот по поводу этого, там очень много вопросов. Потому что Европа, по поводу этого, посмотрела, пока США активно развивает. Европа посмотрела, она пока никак не работает. США, тем не менее, стали себя обеспечивать и уже становятся из импортера экспортером. Да? После выпуска новостей, если не возражаете, буквально через минуту. Я добавлю по поводу. Ну что ж, продолжим. Это парадокс с Игорем Виталем и я с Андреем Островским и Михаилом Аристокисяном. Обсуждаю судьбы Китая и мировой экономики. Так вот, по поводу США и сланцевого газа, заканчивая, да, они все-таки начали себя обеспечивать. И те, кто был нацелен продавать энергоресурсы Китаю, то Соединенным Штатам, тот же Катар, да, теперь разворачивается в сторону Европы, активнее в сторону Китая. Ему тоже надо куда-то СПГ свой девать. Просто я вот хочу повторить, что да, на данный момент мы имеем такое дело в США. Тем не менее, по поводу вот эффективности и долгосрочности, надежности добычи таким способом, все-таки существует много вопросов, поэтому, думаю, что на перспективе 5-7 лет это еще большой вопрос, останутся ли США экспортерами, во-первых. Во-вторых, продолжая вот про структуру экспорта, на мой взгляд, развивать экспорт газа, нефти в Китае совершенно неправильное направление. Вот сколько продаем, достаточно. Он развивает другие методы. Допустим, опять же, рост был к состоянию китайского потребителя, опять же, говорят, их внутренний спрос растет. Они любят путешествовать, поесть по всей Европе. Китайский турист, пожалуй, больше всего стал. К сожалению, да, да. Почему к сожалению? Это деньги, живые деньги, которым приводится страна. Потому что для меня, как для потребителя услуг, уже один мой царство ему небесное, покойный товарищ, однажды по моей наводке поехал в Ничанг, во Вьетнам, и, говорит, жили себе спокойно неделю, а потом заехали китайские туристы. И вот, говорит, выхожу с утра к завтраку в традиционное время, а завтрак съеден. Говорит, у меня вот возникло ощущение, что однажды утром мы так встанем, а съеден на вся планета, и нас в лучшем случае возьмут официантов в этот ресторан. Ну, вот, собственно, типичное отношение продемонстрировали в России к сектору услуг. Почему? Ну, вот, все съедят, станут официантами. Тем не менее, во всем мире туристический утрак считается одной из наиболее интересных. В любом случае продаются ресурсы. Самые прибыльные. Самые прибыльные. Я говорю, что для меня как для потребителя. Для меня как для потребителя услуг туристических. А мне, китайские туристы, их засилие мешает спокойно отдыхать. Ну, это мое личное мнение. В общем, опять же, вот, посмотри, где находится Россия, Китай, Европа? Почему не развивать транспортные потоки? Железнодорожные автомобили. Транссиб новый, да. Ну, что-то из этой серии, да, там, транссиб, не важно, как называть. Опять же, вот, потенциал туристический. Потому что в России есть много чего интересного строить, да нет инфраструктур, нет желания развивать. Вот, допустим, почему, допустим, вот, начинают китайцы инвестировать в Владивосток? Почему наши не хотят этого делать? Непонятно. Ну, вам объяснить, почему. Вы не хотите посмотреть экономику саммита АТС или строительство моста на острове Русский в очередную Россию? Это все понятно, я говорю, в принципе, что было, нужно желание делать. Если нет желания, соответственно, ну, да, вот так и будем вот разговаривать с вами, ждать. А что нам такого продать? Вот нефть, газ, все, больше у нас ничего нет продать. А как бы нам это увеличить? Нет, я как раз скорее с Андреем соглашусь по двум пунктам. Первое, я бы очень хотел, чтобы мы продавали Китаю не только ему высокотехнологические продукты с высокой добавленной стоимостью, но, к сожалению, мудрое руководство Компартии России, точнее, не Компартии России, а известной партии в России, и также руководство страны делают шаги, которые Россию к этому никак не приближают, а скорее отдаляют. И второе, в той ситуации, которая сложилась, уже как бы, если как бы не до жиру быть бы живу, наверное, если у нас не получается продавать высокотехнологическую продукцию с высокой добавленной стоимостью, ну, давайте продавать им больше нефти и газа, но, опять-таки, не себе в убыток. Я только поэтому, наверное, оставил. То, что вы предлагаете, я согласен. Что касается туристической инфраструктуры России, вы наступили мне на больную мозоль, то, что я очень много этим вопросом занимался, и сомневаюсь, что китайцы будут как-то инвестировать. Хотя нет, в горные зоны, допускай, они будут инвестировать в скупку земель под, допустим, возделывание зерновых. Ты уже слышал такие проекты. Да, а так они же не мне вам рассказывать, они, ребята, прагматичные. Да, они очень прагматичные, я хочу что сказать. Я совсем недавно был в Китае и был на одном предприятии. Это город Кульджа, вот завод по производству дрожжевых добавок. Они хотели вложить деньги, расширить наше производство в городе Санкт-Петербурге. Хлебозавод, какой-то там полуразвалившийся где-то в одну из районов Санкт-Петербурга. Они, когда провели переговоры, они отказались это делать по одной простой причине. Мы, говорят, подсчитали наши затраты, и нам дешевле, в четыре раза дешевле обойдется строительство завода либо на территории Китая, либо в какой-либо другой стране, но не в России. У нас все слишком дорого, огромные издержки, и поэтому... Низкая производительность труда, высокая оплата труда. Самое главное уже, собственно, на первой стадии, когда надо вкладывать деньги в обновление основных производственных фондов, у нас тут такие затраты, что любой серьезный инвестор, он начинает сразу колебаться, а нужно ли это нам. А теперь по поводу экспорта нефти и газа. Значит, Китай разрабатывает сланцевый газ, невзирая там, что в Америке. Они, у них есть, Китай занимает первое место в мире по запасам сланцевого газа, так, между делом, больше, чем в Соединенных Штатах Америки у них. Вот, они выбрали два-две зоны. Одна зона, где это внутренняя Монголия, где они временно воздержались от каких-то, каких бы то ни было разведочных бурений по двум причинам. Во-первых, там мало воды. Во-вторых, там проблемы экологии. Вот, во-вторых, они открыли... А для производства стран целого газа, это я радиослушателю напоминаю, требуется огромное количество воды. Да, 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 совершенно верно. Вот так вот они открыли эту разработку, начали опытные проводить в провинции Хунань. Почему выбрали провинцию Хунань? Воды там очень много. Это Хунань, в переводе с китайского на русский, это будет Озерный Юг. Вот там этого добра полно. И там, в принципе, если дебет скважины, мне, как мне геологи сказали, будет больше там где-то 200 тысяч тонн в день, то это вполне достаточно. То есть, они будут дальше раскручивать. И они тем самым, как только они будут развивать добычу солнцевого газа, естественно, потребность в наших энергоресурсах, она может постепенно отпадать. Хотя, есть тот момент, вот этот внешнеполитический. Если перекроется, там, допустим, Армузский пролив, и, опять же, есть еще Зонский-Малукский тоже. А могут Китай в перспективе, извините, я вас перебью, полностью обеспечить себе энергией? Ну, если какие-то новые виды энергии. Китай активно развивается, альтернативные виды энергии. Ветер, например, солнце. И более того, Китай обогнал Германию уже с 2007 года по доле потребления альтернативных видов. Если вы поедете в Китай, вы увидите, что там очень многие столбы фонарные, либо от флюги, либо от этих самых, от ветряных. Я бывал в Китае, просто не обращал на это внимание. Либо солнечные, везде солнечные батареи почти на каждом доме. Более того, есть некоторые дома, так там прям стены сделаны из солнечных батарей уже сегодня. То есть, Китай достаточно активно разрабатывает новые нейтратиционные виды энергоресурсов. И по оценкам, где-то через какое-то время, сейчас пока где-то эта доля 3-4%, потом планируют 7%, ну, потом они собираются еще довести до 15%. То есть, Китай сейчас активно, именно наука Китая, одна из наиболее перспективных направлений, это создание новых видов энергоресурсов. То есть, не нефть, не природный газ, не каменный уголь. То есть, теоретически, Китай может стать полностью энергоизменностью? Теоретически, они могут один каменный уголь использовать. Просто другое дело, что это как на экологию влияет. Теоретически, у них столько каменного угля, что они могут. Дело в том, что они, например, часть каменного угля импортируют из России. Почему они импортируют из России? Дело в том, что каменный уголь у них низкого качества. И, например, из России они импортируют каменный уголь коксующийся. Дело в том, что из китайского каменного угля плохо производить коксующийся уголь. Поэтому они используют, например, месторождение в Туве. То есть, например, сейчас сколько уже лет идет вот этот разговор, что Китай собирается ввести тувинский уголь к себе. Но для этого надо построить как минимум железную дорогу Кызыл-Курагина, пока не будет этой железной дороги себе в убыток. Здесь существует много проблем. То есть Россия, если поможет решать эти инфраструктурные вопросы, значит, Китай будет возить. Не поможет. Естественно, тут затраты такие на создание основных производственных фондов и инфраструктуры. Китай не будет этим заниматься. Китай резонно считает, что если страна заинтересована, то они сами должны создавать инфраструктуру. На чужой территории никто инфраструктуру создавать не будет. Китай на своей территории создал инфраструктуру. А Россия должна на своей территории создавать инфраструктуру. Тоже Транссибирскую магистраль. Потому что если не будет модернизирована Транссибирская магистраль, у нас вообще возникнет проблема с доставкой товаров на Дальний Восток. Уже сейчас проблемы. Если, например, у нас есть китайская восточная железная дорога, вы же знаете, что там до сих пор одно рельсовое, отрезок Корымская-Забайкальская. Один путь, и нет, не электрифицирован до сих пор уголь топит углем. Михаил, отвлекаясь немножко от российской темы. Если посмотреть на взаимоотношения Китая и США, Китай с Соединенными Штатами, все-таки партнер или враги? Страны номер один и номер два партнером быть не могут в принципе. Выдалось быть номер один. Первый и третий еще могут быть. Может ли это, соответственно, привести к каким-либо конфликтам, в том числе вооруженным, я понимаю, что не полномасштабной ядерной войне, а локальным конфликтам? То, что мы видели, разворачивалось на Корейском полуострове. На мой взгляд, маловероятно. Потому что, да, хотя по-прежнему США обладают большим военным преимуществом, потенциалом, тем не менее, Китай в состоянии нанести, на мой взгляд, ядерной войне, которая будет неприемлемой США с точки зрения потерь. Да, понятно, что для Китая последствия будут гораздо хуже, тем не менее, ну, ущерб для США будет весьма значительным, чтобы они на это пошлить. Тем более, опять же, я повторю, страны, которые обладают ядерным оружием, США почему-то не трогают. Даже Кореи, которые там полторы ракеты, есть северные или нет, еще никто толком не знает. Ну, заряды есть, средства доставки, скорее всего, нет. Да, то есть, я говорю, другой вопрос, и то ее не трогают. Но я думаю, что ее никто и не собирался трогать, это была искусственно наращенная. Это другой вопрос. Но дело не в этом, тем не менее, Соединенным Штатом с Китаем как-то приходится сотрудничать, учитывая, сколько Китай скупил американских обязательств, как дальше может развиваться эта история? Опять же, Китай обязательства покупал совершенно верно, продолжает покупать. Тем не менее, за это время он сильно развил свою экономику. То есть, опять же, он действительно все равно готично. Насколько я понимаю, китайское руководство вполне готово даже потерять все свои вложения в американские государственные амбликации, если при этом они станут страной номер один. Думаю, что эту цену они легко заплатят. Тем более, опять же, они начинают... А что произойдет, если Китай как-то начнет манипулировать с облигациями? Опять же, хочу заметить, Китай прагматичный. Он просто с того, что сделать там соседу плохо, вот без причины не будет. Ему вот, собственно, на данный момент у них идет переходный процесс от... Ну, как мы уже обсуждали в начале передачи, перевод экономики на внутренний спрос. Соответственно, ему потрясения не нужны. Чем дольше будет продолжаться спокойствие на рынке, тем лучше. Китай уверенно, поступательно завоюет все, номер один во всех различных отраслях. Становится номер один во все большем количестве пунктов. Поэтому ему нужно обеспечить, насколько можно, беспроблемное развитие своей страны. Для этого он не будет предполагать каких-то там шагов, там что-то продавать облигации, покупать облигации. Ему нужно стать, обеспечить устойчивое развитие экономики, перевести экономику на новый путь развития. А что для этого Китаю нужно? Китаю нужно время. Только время? Естественно, время. А что касается рынков, рынков сбыта для Китая? Ведь в первую очередь, опять-таки, Китай уже на другом. Не как всемирная фабрика всякой дешевой ерунды, а как производитель все-таки более уже серьезной продукции. А очень серьезной продукции начнет смотреть, опять-таки, на те же Соединенные Штаты и на Европу в первую очередь. А он уже и туда и продает. Например, вот в прошлом году, во время визита Си Цзиньпина в Соединенные Штаты Америки, он тогда еще не был генеральным председателем Коммунистической партии Китая. Си Цзиньпин во время своей речи в Лос-Анджелесе на открытии ярмарки сделал такое заявление, что на сегодняшний день в результате продаж китайских продукций на американском рынке, каждая американская семья в год экономит по тысяче долларов. Понимаете, вот этот фактор, что китайская продукция уже задавила, по сути дела, американскую, и уже существует определенное настроение среди американских потребителей, как говорится, men of the street, которые понимают, что если начнутся там всякие эмбарго, всякие ограничения, таможенные пошлины, то народ уже скажет, выразит свое недовольство, а куда же делись китайские товары дешевые, почему мы должны покупать вместо них дорогие товары, это скажется на жизненном уровне американского населения. Это и называется партнерство, вот тут я как раз с Михаилом не соглашусь, просто... Взаимозависимость. Взаимозависимость. Но это вынужденное партнерство. Ну, абсолютно, Сенат, США на конгресс, там партнерство с Китаем, все влияет вечно, там, то курсу не манипулирует, то там еще что-то, и все не так. Но взаимозависимость. А Китай действительно манипулирует курсом юаня настолько, что это уже как-то беспокоит американцев? Нет, это беспокоит американцев одна вещь, что китайцы, что в Китае курсы юаня, он, по их мнению, сильно занижен, и в результате чего в Америке постоянно стабильный дефицит где-то от 200 до 300 миллиардов долларов. Причем этот дефицит надо компенсировать, потому что за год накапливаемый дефицит, он приводит, в общем-то, к достаточно серьезному дисбалансу у американо-китайской торговли. Решить, конечно, дефицит просто, а из Америки поступает в Китай ноу-хау, который покупает Китай по выставленным ценам, и этот дефицит сразу ликвидируется. Но выгодно ли это Америке, когда своему, так сказать, Китай, как бы, стратегический противник, ему дают передовую американскую технологию? Выгодно ли это? И поэтому Америка придерживает, и поэтому торговля идет, по сути дела, в одну сторону, из Китая в Америку, односторонним движением. После выпуска новостей, если не возражаете, продолжим. Ну что ж, мы возвращаемся в студию, где, вы слышите, мои гости уже проактивно продолжают спорить по поводу Китая. Напомню, с Андреем Островским и Михаилом Аристокисианом мы общаемся на тему Китая, его место в мире. Возвращаясь все-таки к первой части нашей передачи. Андрей, ответ на вопрос, как отразится замедление Китая на мировой экономике. В мировой экономике отразится замедление Китая, прежде всего, на объеме экспорта из Китая. Самое главное, замедление импорт будет сохраниться по-прежнему. А самое главное, что ряд стран возникнут серьезные проблемы с реализацией своей продукции, скажем так, частично на китайском рынке. Давайте перечислим ряд этих стран. Та же Америка, начнем с нее. Потребительские товары, в частности, пойдут на внутренний китайский рынок. Страны Европейского Союза, та же самая ситуация. Россия, кстати, тоже. У нас и так объем не такой уж большой. Страны Африки тоже. То есть, здесь возникнет просто проблема снижения экспорта. И возникает вопрос, а потребуется ли увеличивать этим странам импорт в Китай. То есть, может, Китай обойдется, как говорится, своими силами. Как Китадзе Ли Гэншен, опираясь на собственные силы, Китай сможет решить проблему по ряду основных видов. Ну, по сырью, конечно, нехватка меди и никеля просто так решиться, конечно, не может. Китай будет покупать меди и никель. У кого? Кто у них, опять-таки, основные? Ну, меди и никель, они в разных странах покупают. Большие партии никто, строго говоря, им не продает. Ну, и латинская. Вот, латинская Америка в основном, безусловно. Вот. А вот эта вот проблема, которая в Китае... По сути дела, Китай сейчас уже научился производить почти все. Вот энергоресурсы, нефть в частности. Природного газа в Китае, по большому счету, на сегодняшний день, она, в общем, баланс сохранен. Просто Китай хочет сохранить себя, как говорится, какие-то определенные резервы. По каменному углю, я уже говорил, проблемы с коксующимся углевым. Вот. Пока объемы небольшие, объемы закупок. На сегодняшний день наибольшие дефициты... Металл, это железная руда, которую Китай в том числе покупает и в России, в основном, правда, в Австралии. Но в России тоже. Вот компания Петропавловская, например, которая сейчас из-за чего ведется дискуссия по строительству моста, не благовещен, хе-хе. Этот мост должен был быть построен уже много лет назад, был в соглашении 1995 года. А мост Нижнеленинская-Тунзиан, поскольку компания Петропавловск там в основном возит железную руду. А железная руда в Китае импортирует где-то примерно порядка 700 миллионов тонн в год. То есть им потребность необходима. Для того, чтобы производить вот эти 750 миллионов тонн стали, им нужно железное сырье, железной руды. Вот, в больших количествах. Вот Китай решает эти свои проблемы постепенно, но я думаю, что будет решать. Так же, кстати, и проблемы мертвых городов, которые еще не заселились. Вы знаете, что в Китае на сегодняшний день 230 миллионов человек, так называемые нунмингун, рабочие крестьяне, они вроде как бы уже не сельские жители, но еще не городские, потому что у них нет городской прописки. Вот эти вот 250 миллионов человек, они в обозримом ближайшем будущем, как только там появляются дополнительные рабочие места, они мгновенно уходят из города в деревню и перемещаются в эти города. Построены будут. Сейчас основная проблема... Из деревни в город. Из деревни в город, совершенно. Вот сейчас основная проблема в Китае отнюдь не безработица. Безработица там 4%, она в основном структурная. Вот это люди, которые получают вузовское образование, не могут по диплому куда-то пристроиться по своей специальности. Основная проблема сейчас везде по Китаю требуется, требуется, требуется. Причем начальная базовая зарплата, если там раньше было 700 юаней, 800 юаней в месяц, сейчас, извините, полторы тысячи, две тысячи, три тысячи юаней. Но если в переводе на рубли, это где-то умножаете на 5. Если к этому еще добавить разницу в ценах, тоже где-то примерно 1 к 3, 1 к 5, то, в принципе, базовая начальная зарплата вполне приемлемая для китайской рабочей силы из деревни. Основная проблема в том, что сельская рабочая сила сегодня в Китае, у нее нет возможности, скажем так, получить городскую прописку. То есть они не жители города, они находятся как бы между небом и землей. Вот основная проблема, которая сейчас существует для рабочей силы. Нету там понятия безработица, даже в российском понимании. Сейчас как раз сложнее у нас, по-моему, трудоустроиться на работу, особенно в малых городах и поселках. В Китае основное сейчас везде висят объявления. Требуется, требуется, требуется. И вот эти вот низовые должности, в том числе там и уборщицами, в том числе и официантами, менеджерами. То есть там сейчас с этим, это основная проблема, не хватает рабочей силы для этих предприятий. Михаил, возвращаясь к тому же вопросу, кто больше всего пострадает от Африки, страны Европы, Америка, Россия, Австралия, возможно, от замедления темпов роста в Китае? Ну, в целом, в странах, на мой взгляд, сегодня все правильно. Я согласен с Андреем. Главные последствия текущего ситуации будут иметь то, что будет изменяться структура экспорта и импорта страны Китая, в частности. Соответственно, как будут компании выигравшие, так и проигравшие. То есть Китай будет двигаться в сторону экспорта товаров с большей добавленной стоимостью. Соответственно, мы сейчас имеем, что они переносят производство легкой промышленности в страны с гораздо более низкой оплатой труда. Камбоджа, Бангладеш. Юго-Восточная Азия. Совершенно верно. Вьетнам и тому подобное. И даже в Африку. Да, в Африку. Потому что можно было бы проследить, если сначала был Китай, то потом товары уже все-таки Китай, Тайвань были производителями основными. Совершенно верно. Потом посмотрели, да, уже первая волна в Вьетнам. Уже во Вьетнаме тоже практически мало кто что производит. Но еще есть, да, много было. Бангладеш, Камбоджа. Бангладеш, Лаос, Камбоджа, еще. Но я сомневаюсь, что в Лаосе можно что-то произвести, потому что более ленивых людей, чем в Лаосе, они встречаются. Они не ленивые, они просто... Они и работают, это две разные вещи. Поэтому тут как раз... Ну, понятно, давай, Михаил, проси этим. То есть, соответственно, мы будем уметь, что, соответственно, там, конкурировать те, кто поставляли традиционно, допустим, там, вот, облектующие, там, не знаю, там, произвел, допустим, ну, пример, как взять, станки, там, оборудованные для предприятий легкой промышленности. В Китае они, скорее всего, будут уже не нужны. Другое дело, что я стал начать поставлять, там, оборудование. Опять же, у них развиваются автомобильные стены, в частности. То есть, опять же, это будет, там, если, допустим, лакшери и премиум машины, производители, тут никаких проблем у них не будет, потому что, ну, это вопрос далеко не ближайшего будущего, когда американские, прошу прощения, китайские автомобили смогут конкурировать, там, с марками, как Гауди. Как Япония, так же через такое же время. Тем не менее, брать, если массовый сектор, вот, скажем, те же, там, на уровне корейских, японских машин, то здесь, на мой взгляд, как раз вот у этих стран могут быть серьезные проблемы в течение, на мой взгляд, 10-20 лет. Потому что, опять же, вспомним, допустим, Японию. В свое время они начинали производство машин, поставляли в США. В США там вот это, вот, шутили, что вот японцы забрели новый способ поставки металлоломок к нам в страну, в виде машин почему-то. Тем не менее, сейчас мы имеем, что машины у них весьма-весьма, ну, надежные, скажем, да, понятно, что... Японские машины захватили мир. Совершенно верно. Корейские машины, которые, я помню, как в Америке, никто не воспринимал всерьез. Я говорю, что Китай, мы имеем, вот, производители, аналогичные ситуации, да, там они смеются, там ведра с гайками, ломаются. Тем не менее, вот, китайцы, они обучаются, они улучшают. То есть, на мой взгляд, вот, в течение, скажем, вот, избрать конкретный пример, кто пострадает, в течение, лежащих 10-20 лет, проблемы могут серьезно начаться у производителей машин массового сегмента. Японских и даже корейских. Вот, скажем, на мой взгляд, могут и остальные, скажем, быть... И больше всего должен пострадать, конечно, АвтоВАЗ. Ну, АвтоВАЗ... Это грустная история. Если мы вспомним ситуацию с российским экспортом, то мы видим, что скоро у нас будут очень большие проблемы вообще с подставкой. У нас все время вымываются все более и более высокотехнологичные товары из нашего экспорта в Китай. То есть, у нас останется нефть, газ, лес, рыба, все. Ну, с рыбой тоже могут возникнуть проблемы, я думаю. Нет, не возникнут по одной простой причине. Рыба, которая водится в северных водах, отличается от рыб, которая водится в южных водах. Например, в китайских водах приморских лосось вообще-то не водится. Это в Охотском море он в основном. Так что потребность в лососе будет, соответственно, и продажи будут, и экспорт будет. Ну, а у нас все-таки, как вы сами же говорили, не очень большие объемы торговли, да? Ну, да. То есть, вымываются, но на деньгах это катастрофически не сказывается. Нет, не сказывается. У нас объем торговли, надо сказать, что 88 миллиардов долларов, это не то, у нас планы были, 2015 год 100 миллиардов долларов, 2020 год 200 миллиардов долларов. Вот, учитывая сегодня тенденцию, динамику нашей внешней торговли на 2013 год, я боюсь, что мы и до 100 миллиардов долларов не дотянем в 2015 году, потому что по предварительным данным у нас и 3% снижения за первые 5 месяцев по сравнению с 2012 годом. Если посмотреть на перспективу, как вы видите темпы роста китайской экономики, или это замедление, или тогда по годам, на ближайшие лет 10? Ну, по годам мы имеем весьма сильно неопределенность там и стекущиеся макроэнергетические ситуации, сохраняющиеся реальным проблем в США и Европе. Тем не менее, понятно, что тенденция однозначно, темпы роста будут уменьшаться. Понятно, что вторая экономика в мире, ну, не может расти по 10%, даже по 7% через 5 лет не сможет расти. То есть, мы будем иметь постепенное замедление темпов роста. Да, когда у меня там низкую базу, там можно расти по 10%. Вот сейчас, собственно, даже 7% выглядит совершенно фантастически, 7,5% при их размере ВП. Я могу добавить, я достаточно много знакомился с китайской научной прессой, печатью. Вот, так вот, там планировалось снижение до 7% уже сегодня, Китай до 6,5-7, вот. То есть, у них уже в планировании до 2020-2050 года у них запланировалось затухание темп роста до 5,5-5,5%, если даже вот исходить из планов, которые составляли в Китае в 1996 году, 2020 года и далее, там не планировалось вот эти 9%, там они не фигурировали. Там в начале было 7-7,5%, потом снижение до 6-5,5%. То есть, я думаю, что будет, естественно, затухание до 2015 года 7,5%, они будут, даже 7%, у них 7,0-7,5% они дали такую вилку, потому что Китай сейчас не директивное планирование, а индикативное всё-таки, вот, а потом будет дальше, 2015-2020, они будут ещё снижать. Задача-то с Китая одна, создать общество малого благоденствия к 2020 году и общество, зажиточное общество к 2030 году, вот, а к 2050 году это создать уже, скажем так, общество, всеобщего, скажем так, равенства. И братства. И братства, да. А к 2050 году к столетию образования Китайской Народной Республики, если точно. Вот, и я думаю, что Китай пойдёт по этому пути, а для того, чтобы реализовать эту задачу, им нужна мирная обстановка вокруг страны, чтобы не тратить огромные деньги дополнительные на вооружение, на оборону. Ну, я думаю, что вот этого они как раз не дождутся, потому что и Соединённые Штаты, и некоторые другие игроки, я думаю, что даже включая Индию, позаботятся о том, чтобы Китай спокойно в ближайшие годы не жил. Ну, это уже... Ну, в Индии своих проблем хватает. Ну, в Индии и без Китая хватает проблем. Там еще Китая не хватало, они вообще не потянут. Ну, мы... США тоже весьма ограничен, да, там провести там показательную операцию Леви-1 разговор, а вот что-то... Да, там в Китае что-то провести. Мало-майски серьёзно, это весьма... Ну, в общем, завершая передачу, видимо, придётся вспомнить Марка Твена, «Слухи моей смерти» сильно преувеличены. Да, именно так. Ну, и на этом напомню, что у нас в студии был Андрей Островский, руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая, Института Дальнего Востоева Российской Академии Наук, и Михаил Аристокисян, начальник отдела анализа информации мировых рынков компании «Финамо», и я, Игорь Виттель, завтра в то же время.